Добрый вечер, в прямом эфире на телеканале НСН новости в студии Анастасия Лушникова. И сейчас коротко о главных событиях к этой минуте. Сотрудники МЧС и ГИБДД предупреждают об изменениях погоды. Сколько еще будет идти снег и когда ожидаются сильные метели? Выставлены оперативные группы на федеральной трассе, которые также следят за узкими местами данной федеральной трассы для уточнения оперативной обстановки и доклада этой обстановки. Сегодня в России отмечают День сотрудников органов внутренних дел, как поздравили лучших полицейских нашего края. Этот праздник хоть и является профессиональным, но он давно уже вышел за границы одной профессии и является всенародным, отмечается всей страной. В Красноярске вскоре появится первый детский технопарк. Чему там будут учить детей профессора ведущих университетов? Кроме того, что мы будем готовить потенциальных студентов в вузах инженерного профиля, мы, конечно же, будем проводить, используя наши образовательные программы, процедуру такой ранней профориентации. И Красноярец собрал из картонных коробок точную копию автомобиля «Феррари» из «Формулы-1». Как у него родилась такая идея? Такое вообще мало кто делает. И случаи вообще единичные. Поэтому если я знал, что я себе сделаю, то будет очень хорошо. То есть хотелось себя как больше проверить даже. Губернатор Виктор Толоконский продолжает работать в Москве. Сегодня он принял участие в совещании под председательством Аркадия Дворковича по вопросу завершения строительства железнодорожной линии корабла «Ярки» в Богучанском районе. Этот участок дороги имеет огромное значение для развития лесоперерабатывающей промышленности края Нижнего Приангария. Также губернатор встретился с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Обсуждалось увеличение приема абитуриентов в вузы края за счет средств федерального бюджета. А также создание решетнев центра на базе опорного университета в Сибгал. Из-за сильного снегопада в Красноярске на дорогах заторы и много мелких аварий. Сколько дней продлится такая ситуация и о чем еще предупреждают МЧС и синоптики? Расскажем через несколько минут. Сотрудники МЧС провели учения по ликвидации чрезвычайной ситуации на федеральной трассе М-53 «Байкал». По легенде, из-за гололеда и сильного тумана на автомагистрали произошла крупная авария с участием 19 автомобилей, в том числе грузовиков и автобусов. В результате ДТП пассажирские автобусы и легковой автомобиль улетели в кювет, бензовоз опрокинулся и перекрыл проезжую часть. Образовались пробки в обоих направлениях. Сотрудники МЧС потушили горящий автомобиль, высвободили заблокированных в машинах пострадавших и оказали им доворочебную помощь. Учения прошли успешно. И, как отметили сами представители ведомства, подобные ситуации периодически происходят в нашем крае именно зимой. И, как правило, они связаны с обильными осадками. В настоящее время спасатели переведены на усиленный режим в связи с погодными условиями. Выставлены оперативные группы на федеральной трассе, которые также следят за узкими местами данной федеральной трассы для уточнения оперативной обстановки и доклада этой обстановки непосредственно через Национальный ЦУКС, Центр управления в кризисных ситуациях и организация взаимодействия с муниципальными районами, в данный момент с Козульским районом, а также с взаимодействительными структурами. Это ГИБДД, Байкал-Автодор, для того, чтобы в случае необходимости можно было на узких местах и вызвать инженерную технику, а также технику для подсыпки федеральной трассы. И уже почти сутки в краевом центре идет снег. Из-за обильных осадков на дорогах образовался снежный накат, с которым справляются не все водители. В разных районах города случаются мелкие ДТП из-за заносов. В городе довольно серьезные пробки среди самых загруженных магистралей. Северное шоссе, улицы Караульная, Шахтеров, Брянская и ряд других. Красноярцы выкладывают в сеть видеозаписи, на которых видно, как автомобили заносят при попытке перестроиться через заснеженные полосы. В то же время в полку ДПС Красноярска отмечает, что большого числа ДТП не наблюдается. Возможно, в некоторых случаях водители просто не обращаются в госавтоинспекцию, а заторы связаны с тем, что в условиях снегопада водители снижают скорость и соблюдают большую дистанцию. Хотим обратить внимание красноярцев, что особо внимательными в такую погоду следует быть на спусках и подъемах, а также мостах, поскольку из-за высокой влажности они обледеневают быстрее всего. Ну и, конечно, соблюдать скоростной режим, дистанцию, быть внимательными за рулем. И тем временем коммунальные службы в Красноярске уже приступили к уборке снега. Екатерина Погорелова сейчас находится на одном из таких городских предприятий. Она на прямой связи со студией. Катя, почему не чистили снег днем? Чтобы избежать многочисленных пробок? Добрый вечер, Анастасия. Добрый вечер, телезрители. Вообще, как нам пояснили сегодня в департаменте городского хозяйства Красноярска, коммунальные службы специально днем не выезжали на улицы города, так как боялись, что это полностью парализует движение в краевом центре, так как чаще всего техника занимает полностью полосу движения. Тем более, весь день сегодня в Красноярске шел снег. И вот сейчас уже первая часть техники специально коммунальной уже поехала в город. И вот здесь вот на СТП, на правом берегу, готовится следующая партия. Убирать будут все основные улицы. Это Карла Маркса, Ленина, Шахтеров, Брянская, Партизана, Железняка и многие другие. Снег с улиц будут вывозить на 9 полигонов, которые сейчас работают в Красноярске. Сейчас всего на улицы выйдет 272 единицы техники, плюс еще те, также выведут на улицы подрядные организации. Поэтому будем надеяться, что уже завтра красноярцы на работу поедут по очищенным улицам, и ситуация немного будет попроще. Потому что сегодня, например, Яндекс.Пробки показывала, что в городе по десятибальной шкале все забито. Но если у вас есть все-таки пожелания или замечания, их все принимают в Департаменте городского хозяйства по телефону службы 005. Анастасия. Екатерина, большое спасибо. Надеемся, что ситуация на дорогах в ближайшее время улучшится. Водителей призываем быть внимательнее на дорогах. Как создать безбарьерную среду для инвалидов и сделать Красноярск красивее и удобнее? Эти и другие вопросы сегодня обсуждали в основной день работы Красноярского городского форума. Там представили самые интересные проекты горожан. Какие еще есть идеи у инициативных красноярцев, и как уже со следующего года их будут поощрять власти, расскажет Ольга Тишинина. Вот уже 12 лет Красноярский городской форум – это такая площадка, на которой горожане вместе с представителями органов власти обсуждают, как сделать Красноярск еще лучше. В этом году форум посвятили инициативным людям, которые не рассуждают о проблемах, а просто идут и делают все, что могут, чтобы их решить. Одни украшают дворы причудливыми фигурами, которые делают своими руками, другие придумывают новый вид спорта или в клоунских костюмах пытаются лечить смехом детей, которые лежат в больницах. Это лишь малая толика идей красноярцев. О лучших инициативах рассказывают на городском форуме. Сами энтузиасты говорят, просто не могут сидеть сложа руки, когда видят проблему. Наталья Коптелинина, после аварии, оказавшись в инвалидной коляске, на себе испытала все трудности людей с ограниченными возможностями. Но не сломалась и придумала проект, благодаря которому в городе появились спортзалы для инвалидов. А воплотить его в жизнь удалось при поддержке главы Красноярской Адхама Акбулатова. Моя цель, чтобы в каждом районе города появился доступный спортивный зал, чтобы ребята, приехав на эти занятия, ощутили свои силы. Вот самое верное же поверить в себя. Случается беда, травма, заболевание. И вот если мы поддержим их в начале, в самом начале пути, скажем, что ты можешь в любом состоянии, даже сиди на коляске, то потом он быстрее вернется к нашей обычной жизни. И тогда уже не город будет его содержать, поддерживать или вытаскивать из этой беды. Он сам притянет руки к помощи тому, кто более слабый. На форуме обсудили, как могут власти облегчить жизнь инвалидам. В городе занижают бордюры. В этом году уже выполнили работу на 47 участках. В 2017-м в планах порядка 90. Также планируют оборудовать светофоры звуковыми сигналами. Будут подключать и перевозчиков, чтобы они закупали новые автобусы с условиями для маломобильных людей. А управляющие компании и ТСЖ помогут оборудовать пандусами дома. На Красноярский форум приехали эксперты из разных городов. Говорят, это уникальная площадка для диалога. На одной площадке собираются не только активные граждане и власть, как у нас традиционно. Но в этой системе есть много заинтересованных людей из бизнеса. И людей, которые не считают себя активными гражданами, но готовы участвовать в процессах. В данном случае через электронные площадки. Вопрос, что у нас очень мало площадок, где они готовы собраться и это обсуждать. Проблемы города помогают решать и меценаты. Один из них – почетный гражданин Красноярска Хазрет Савмен, который особое внимание уделяет детям. С его помощью, например, в городе появился детский дом-лицей, построен детский сад, развивается парк имени 400-летия Красноярска. Эдхам Акбулатов говорит, именно благодаря помощи неравнодушных красноярцев удается менять город к лучшему. И заявил, со следующего года энтузиастов будут поощрять. Я предлагаю провозгласить идею о том, что в городе должна появиться премия «Красноярск рукотворный», которая может присуждаться любому красноярцу, независимо от возраста, независимо от его положения в обществе, независимо от того, каким делом или какой профессией он обладает, независимо от того, какое образование он имеет. Это премия за инициативу. Это премия за то, чтобы поддерживать тех людей, которые хотят преобразовать наш город. Закроется городской форум 11 ноября. Участники подведут итоги и представят конкретные предложения, что и как нужно менять в Красноярске. Ольга Тишинина, Алексей Гусев. Новости. Красноярец собрал гоночные «Феррари» из картона. Что мастеру обошлось дороже всего при изготовлении болида, расскажем через несколько минут. Вы смотрите новости на телеканале НИСЕ и мы продолжаем выпуск. Сегодня сотрудники полиции отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю БКЗ прошел концерт. На сцене для работников правоохранительных органов выступили лучшие вокальные и хореографические коллективы. Также за заслуги в поддержании законности и правопорядка высокие личные показатели в службе вручили медали и награды. Почтили память сотрудников, которые ушли из жизни на службу. Сейчас в полиции края работают около 17 тысяч сотрудников. Несмотря на праздничный день, многие из них находятся на службе и обеспечивают порядок в регионе. Поздравил полицейских и первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко. Этот праздник хоть и является профессиональным, но он давно уже вышел за границы одной профессии и является всенародным, отмечается всей страной. И в основе этого народа любви, я думаю, лежит громадное уважение к той профессии, которую вы представляете. Любой здравомыслящий человек понимает, что безопасность его, его семьи, законность, общественный порядок находятся в ваших руках, зависит от вашей работы. Ни одна экономическая задача по развитию региона или страны не может быть решена без вашей надежной и ответственной деятельности. Я с большим удовольствием поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел с нашим профессиональным праздником. От всей души желаю успехов в службе, на благо Родины. И особые слова благодарности позвольте выразить нашим ветеранам. Каждый из нас, сотрудников органов внутренних дел, помнит своего наставника мудрого. И сегодня на улицах Краевого центра красноярцы гости города поздравили стражей порядка с профессиональным праздником. Здоровья им всем, всех благ земных, удачи в своем нелегком труде. Я считаю, что они нормально выполняют свой труд, если они работают на своем месте. Каждый выбрал свой путь. Наверное, правильно это. У меня папа работал тогда еще в милиции. Мы отмечали этот праздник. Хотел бы пожелать им соблюдать все правила, все законы, быть честными, добропорядочными. Всего самого хорошего. Пускай они соблюдают закон, охраняют наш порядок. Здоровье им самое главное. Пускай проходят переаттестацию. Спасибо, что они есть, что они нас охраняют, защищают. Я рада очень, что у них праздник. Поздравляю их всех. Были случаи в жизни, когда они вмешивались и помогали мне. Поэтому за это им большое спасибо. Прежде всего здоровье семьи, благополучие им самим, ну и сил, удар. Я даже не знаю, ну всего, конечно. Как бы сказать, фраза такая есть, моя медицина меня не бережет. Дай Бог, чтобы все у них было хорошо. И в Красноярске скоро появится единственный в регионе технопарк для детей. Всего по стране таких будет 17. Создается он при грантовой поддержке Федерального министерства образования и науки и частного государственного партнерства. В проекте также будут задействованы инженерные университеты и секции по робототехнике. Как будет организована работа технопарка, расскажет Сергей Сеславин. Первый Красноярский детский технопарк будет располагаться на самом берегу Енисея. Скоро здесь начнут обустраивать учебные помещения. А вот часть преподавательского состава уже готова приступить к работе. Сначала они отправятся в Москву и пройдут подготовительные курсы. Заниматься с резидентами будущего детского технопарка будут университетские профессора. Кроме того, уже идет обучение молодых наставников, тьютеров и студентов технического профиля. Всегда существуют ситуации, связанные с некоторым выпадением ребятишек, талантливых ребятишек из учебного процесса. И здесь наши студенты, работающие индивидуально, могут очень хорошо помочь именно в том, чтобы ребята продолжали работать. Федеральный грант Министерства образования и науки России Красноярск выиграл еще летом. Объем выделенных средств составил более 55 миллионов рублей. Всего же на реализацию проекта будет потрачено порядка 200 миллионов за три года. Сейчас уже завершены все согласования, заключены договоры о сотрудничестве. В том числе с многочисленными действующими инженерными кружками. Учащиеся там мальчишки смогут использовать оборудование технопарка и получать консультации. Нам, конечно, не хватает дополнительных специалистов, которые могут помогать детям создавать 3D-модели, видеоролики какие-то, либо что-то связанное с научно-техническим направлением, то есть в моделировании роботов 3D-моделей, в разработке каких-то определенных деталей, которых нам не хватает. Нам приходится это дополнительно связывать с определенными организациями и так далее, и так далее, и так далее. То есть долгий процесс. А когда это будет все едино собрано в одном месте, то, конечно, это будет намного продуктивнее работать. Площадь технопарка позволит одновременно обучать около 150 ребят. За год, по предварительным оценкам, его будут посещать порядка 2000 мальчишек и девчонок. И это не считая различных сторонних мероприятий. Кроме того, ученики технопарка получат некоторые бонусы при поступлении в вузы и трудоустройстве. Кроме того, что мы будем готовить потенциальных студентов в вузах инженерного профиля, мы, конечно же, будем проводить, используя наши образовательные программы, процедуру такой ранней профориентации. Первый Красноярский детский технопарк ориентировочно откроется в феврале 2017 года. Но свою работу он начнет уже в этом декабре на площадях краевого бизнес-инкубатора. Сергей Сеславин, Александр Ермошенко. Новости. Красноярец сам собрал себе Феррари. Правда, из картона. Игорь Пахабов давно увлекается автоспортом и моделированием, и однажды ему захотелось собрать такую машину. Модель чуть меньше оригинала. Настоящий гоночный болид длиной 5 метров, а его экземпляр около трех. Молодой человек признался, получалось не все и не сразу. Но однажды уже готовая модель пришла ему во сне, и все пошло как по маслу. Над картонным болидом Игорь трудился около трех месяцев. Картон ему достался бесплатно. Соседи как раз купили мебель, бытовую технику. А вот наклеить цветную пленку пришлось серьезно потратиться. Каждый логотип, каждую полоску на корпусе автор самостоятельно вырезал и наклеивал. Говорит, это был один из самых трудоемких этапов. Также непросто было придать машине обтекаемую форму. Зато теперь результатом конструктор доволен. Фотографии его шедевра разошлись по сети, и самодельный «Феррари» высоко оценили британские блогеры. Вот такое вообще мало кто делает. И случаи вообще единичные, поэтому если я знал, что я себе сделаю, то будет очень хорошо. То есть хотелось себя как больше проверить даже. Здесь уже многое переделано изначально. То есть, причем, когда уже наклейки наклеены, стало вообще заметно, где самые большие ошибки, их пришлось переделать. То есть я там зеркала, допустим, уже в другое место перенес. Там еще кое-что. Нос там сделал более круглым. Сначала он был угловато. Белый медведь Феликс из Красноярского парка «Флора и фауны» стал знаменитостью, предсказав победу Дональда Трампа на выборах в США. Какой подарок он за это получил, расскажем после рекламы. Вы смотрите новости на телеканале «Анисея» и к другим темам. Белый медведь из Ройва ручья, который предсказал победу Дональда Трампа на выборах в Штатах, получил торт в виде бюста нового президента. Такой подарок решили сделать работники зоопарка за точный прогноз. Торт сделали из моркови, тыквы и арбуза, на котором выгравировали портрет нового американского президента. Феликс такому лакомству был очень рад, поэтому съел подарок за несколько минут. К слову, начал он с арбуза, но с особым удовольствием ел тыкву. Правильное предсказание красноярского медведя разошлось по всему миру. Об этом говорили и писали не только федеральные СМИ, но и зарубежные. Феликс молодец, Феликс не подвел, проявил свою политическую подкованность. Правильно предсказал, кстати, в отличие от огромного большинства самых мудреных и самых умных предсказателей, кто станет президентом нашей, надеюсь, дружественной страны. Поэтому, конечно, он смело получает ровно такой же торт, какой получил Дональд Трамп вчера. Субтитры создавал DimaTorzok Достаток, в общем-то, вещь хорошая. Деньги. Деньги, значит, они дают свободу. Свободу какую-то материальную. Но опять же, материальную свободу. Что ты можешь пойти и что-то купить. Что у тебя все может быть. Ах, тебя окружает. Но это все зависит от меры потребностей. Одному нужен Мерседес какой-то, или личный самолет, или вилла, или яхта. Или нужна новая книга, которую мне хочется страшно достать. Я счастлив. Ну, не знаю, я привык, видимо, я остался советским человеком с минимальной мерой потребностей своих. Мне много не нужно. Я, в общем-то, не бедствовал никогда, будучи взрослым человеком. Но сейчас книги мои, моя писанина доходов не приносит никаких. Или приносит копеечки. Есть пенсия стандартная, рядовая. Но мне хватает. Мне даже остаются, я не знаю, куда я девать, подарки делаю там людям. Вот. Мне вполне хватает. Другим почему-то не хватает. Ей непременно нужно как можно больше. Люди посвящают жизнь этому. Это ужасно, мне кажется. Это от воспитания. Это, опять же, культура дает. Это уровень культуры. А в 20.55 на нашем канале вы сможете увидеть очередную серию проекта Андрея Дунаева «Латинские гастроли». Напомню, этот проект вышел в финал конкурса «Тэфи-регион». К этой минуте это были все новости. Далее блок полезной информации и прогноз погоды на завтра. Своими новостями делитесь по телефону 236-0136. Комментарии оставляйте на сайте enisei.tv.